Телеканал КРТ представляет Ироническое, да Сегодня мы в необычном Новом составе А это значит, что у нас снова гость Которого вы не отгадали в комментариях Но это будет приятный сюрприз Сегодня у нас великолепный, лучезарный Какой вы еще? Искрометный Василий Голованов Добрый день, здравствуйте Мы хотели, конечно, быть в роли Черепашек-ниндзя Но получилось в роли Виагры, которая меняет состав Все время, правильно я понимаю? Вы черненькая? А вы, Александра, извините Я, между прочим, константа и статичный фактор Вы Меладзе Да, он самый Но дело в том, что Кирилл до сих пор в карантине Тут небольшая предыстория Мы Кирилла отправили бороться с коронавирусом в Европу Кирилла Молчанова Давайте по-честному Вы просто выбрали третьего, кого не жалко Саша выбрал Могли, конечно, его съесть Но отправили его в Италию Там, где он Ну, но он выжил То есть мы это знаем точно Он вернулся He's alive То есть он в Украине Да, но пока что временно был взят некий такой карантинный момент И поэтому Он сейчас в ванне с бацилолом Да, почти Я думаю, что он с шашлыками и алкоголем Но можно и так Это Кирилл Мы думаем о лучшем Надеемся, ждем Передаем Что он вернется Вот Ну и предлагаю, конечно же О серьезной теме Но с юмором Потому что Остросюжетных Сводок Не хотел Ну, как сказать У нас много Да, у нас постоянно много Давайте начнем с прекрасного Ну и с тотального карантина, конечно Как вы вот ощущаете на себе Протекает карантин у вас как-то Привычно уже адаптировались День изоляции очередной Самоизоляции Чувствуем, да Смотрите на всех каналах называется Это те как раз люди, которые сидят дома Нет, просто что у нас Закрыты супермаркеты Торговые центры Продуктовые открыты Спортзалы я хочу сказать Спортзалы закрыты Якубин страдает Да Метро страдает Я страдаю из-за этого Плащи, да, по всем Само метро страдает Это мы уже знаем Скучает Ну, Ириш Медилова страдает Потому что торговые центры закрыты Якубин страдает Да Вот Я только В солидарии Саша, а так тебя все устраивает? Меня? Я так понимаю Смотрите, продуктовые открыты Меня все устраивает Да Я как бы, ну Рестораны закрыты Вот тут меня не устраивают Ну, потерплю немного А ты любишь готовить, Вась? Я готовить люблю Вот Но я больше люблю говорить Что я люблю готовить А когда вы переквалифицируетесь Так у меня лучше получается Фудблогера А когда будут эти кулинарные шоу с Василием? Смотрите, когда запретят выходить на улицу То есть? Послезавтра То мы Вот эти конкурсы Кто лучше сварит гречу Ну, будем устраивать в онлайне Подождите, пошли же уже моменты Я варю борщ Я там Да-да Впервые в жизни Кто-то недавно постил фейсбуке Бывает Я сварила в первой жизни борщ Ну, хорошо Я Никогда не варил в своей жизни борщ Так что? Супы варил Я обожаю окрошку Вот сейчас наступает лето Скоро сезон окрошки Лето Еще не скоро Ну, почти Стремительно Стремительно Движемся в сторону лета Просто я очень хочу этого Окрошки? Лето Лето А если лето с карантином? А добираться на работу Вот как вам добираться на работу? Вот так Сложно Сложно Ну, сейчас нормально было Ты через левый берег, конечно же, добираешься Признавайте Конечно Ну, надо же обязательно Сделать красивый Вот так, через левый Потом на гондоле Потом Под мостом Кстати, мне кажется, что вот все должны переквалифицироваться Не просто в таксистов и курьеров То есть не только казак, гаврилюк Да Ну, я думаю, что пора строить гонол Гондолы То есть он задает тренды Он Он почувствовал, да? Чуечка У него и у Гончарука Мне кажется, что Майнстримом, да, он уже У этих двух ребят Вот Гончарук и Гаврилюк Они вот как-то Что-то знали Да Нос по ветру Держали Держали Ну и возвращаясь, конечно же, да К нашему обсуждению Так Мне кажется, что надо переквалифицироваться Четыре мемасики, да, используете? Конечно Переквалифицироваться обязательно Авторы указываете? А там внизу, конечно же, за Якубином Вот Все авторские промахи Все соблюдают Хорошо Нужно было спрятать за Якубином Чтобы никто не увидел Но формально Все нормы Да, Юра Мы как бы что-то там написали Ну, смотрите С одной стороны Шутки шутками А с другой стороны Ну, как вопрос решился? Непонятно Метро закрыли А наружный транспорт-то нет Представляешь, есть каждый дедушка У которого есть надувная лодочка Которая на ней рыбачит на Днепре Понимаешь? Вот он час Настал Речной Uber Конечно Правильно я понимаю Такой Ну, это же Днепр Дубер какой-нибудь будет Вот Или Бубер Ну, Бибер Джастин Так, совсем в другую сторону пошла Вот Лодки могут быть разные Да? Маленькая резиночка Может быть какая-то яхта Да И какую-нибудь Блэк Uber River Блэк Все Налево Бер Вертолеты В конце концов Ну, конечно Это всегда Это всегда выход Не только же рассыпать Всякую дезинфекцию по Киеву Можно и людей возить Можно разбрасывать деньги Да О! Или маски Кстати Или Вот есть мысль Или Маски, которые дороже денег Ну, сейчас да Сейчас можно даже уже Ну, столько стоят дорого маски Что к 100 гривневой купюре Просто приделываешь резиночки И И вот так вот Нет, ребят 100 гривневой мало Это 500-очка должна быть Не, ну, подожди Одна маска сейчас сколько стоит? Вот Ну, 20 гривен Под сегодня Это же как Подождем Или есть мысль Сделать огромную маску Которой накрыть просто весь город Весь Киев Да, вот так сверху накрыть маской И все А мы штазиком лучше И мы защищены Вот она как-то будет Отвечать ситуации Мы защищены, тогда получается Какие-то космические излучения А все вместе мы останемся Купол, да? Строим купол А, вот, кстати Вот Креативная идея Да, да Григорий, не побоюсь этого слова Сковорода Значит Масочки Но он же не один Мне кажется, что должны скоро пойти Нашествие патриотичных разных масочек Они должны вдвойне защищать Быть более Ну, как вам сказать А вот это, да? Правильно Твои идеи фэшн воплочились Ну, а что? Не только с Луи Виттоном ходить Вот Как вам вообще вот Желание людей еще затариться Всякими средствами необходимости По типу гречечки Бумажечки Ну, просто есть версия Что это как бы следующая валюта Вот почему они тарятся Потому что Атлан затарил гречечки Да, да, это смешно Что просто, ну, бумага Что? Ничто Ну, а вот все-таки Мы возвращаемся Пришел в автосалон Отсыпал килограмм гречечки Тебе дали свежий лексус Многие считают, что это Такое чувство Внушает уверенности То есть люди считают, что Как бы туалетную бумагу Можно хранить долго-долго-долго Да И все равно пригодится Ну, если они будут живы Ну, если Давайте ключево То есть это некий такой громад Вот, да? Заземлиться Ну, как бы Психологическая такая Разгрузка В крайнем случае, ребята Открываешь шкаф Туалетная бумага Можно ее поселить Много Значит, внуш Жить я буду долго Будущее есть Много Будущее Ребята, был же такой Фильм «Марсианин» Там вот был у парня Кулечек картошечки Он из него себе Как бы Смог посадить Вырастить Выжить Даже на Марсе Я думаю, что У нас просто будут Плантации гречи Если земля Обжаренную гречу Если земля Останет Ну, может, не все Покупают обжаренную Подожди Сыровяленая? Сыровяленая греча Конечно Новинки Кстати, может, да Вот какие-то пойдут Уже новые варианты Конечно Греча со вкусом Это как Орбит Знаете, там Бывают же со вкусом Черники Клубники Греча со вкусом риса А знаешь, вот эта шутка Кстати, почему люди Тарят гречку? Почему? Потому что Рис из Китая А макароны из Италии Поэтому Вот оно Вот он фактор Понимаете? Скрытый геополитический фактор Хотя, на самом деле Например, вот те же макароны Они тоже из Китая Марко Полу ввез в Италию Да ты что? Так что И пельмени Думали китайцы Я там думаю И кайцы сибирикан Они все Все из Китая В шоке просто И гречка Я думаю Я даже Я не удивлюсь Ну и грипп, во-первых Из Китая Давайте Уханьский Уханьский Ну да Мы же уже говорили Что надо провести этот форум Ухань-Доха Ухань-Доха И ухань-Дохать Все уже Как бы Инвестиционный А с другой стороны Смотрите Компания Которая производит Туалетную бумагу Очевидно Что они сейчас Просто на подъеме То есть если у кого-то Не очень То есть это как продавцы Туркана Гречка стоила Несколько лет назад Каких-то фантастических денег Они затарились еще Знали что-то И ходил Такой мемасик Что будут дарить девушкам Кольца инкрустированной Гречкой Это же тоже А сейчас можно Колечко бумаги Да Игорь Выходи за меня Есть А у тебя еще есть Большое Да у меня Ну и там да Еще полочки Не ну А с другой стороны На фоне падения Фондовых рынков Мировых То я думаю Скоро компании Которые делают Туалетную бумагу Смогут приобрести Акции Apple И других компаний Да Вот наконец-то Отечественная Абуковская фабрика Да Вот Выкупила Сто процентов Акции Apple Вот Рута какая-нибудь Дыба Все вот эти ребята Они там сидят И все Да-да Давай Реби Видите Уже сейчас Они могут себе позволить Интегрированную рекламу Больше Я просто жду Когда у нас на столе В качестве спонсорской помощи Будут стоять Ну давайте с салфеток начнем Вы же их тоже производите Салфетки Салфетки Это не серьезно Ты хочешь чтобы рулончиками Так все прям Уже как бы Ну давайте Хорошо Мы поставим здесь Много рулончиков Нам много рекламы Будем внушать доверие Ты считаешь что вот Ты сейчас чтобы вот Стать авторитетом Или каким-нибудь там Влиятельным человеком Должен прийти И говорить Здравствуйте И разложить Сразу же Как в Москве Доставали консервы Или моя доля А ты так приходишь На какое-то мероприятие Достоишь рулончиков И антисептик еще Из другого кармана Слушайте Антисептик Я вчера смотрел Сколько стоит антисептик Сейчас Вот Литровая баночка Которая стоила раньше 250 гривен Сейчас стоит 2500 Вот Немножечко в 10 раз Чуточку Чуть-чуть Тысячу процентов Тысячу процентов Да Поэтому это удивительное Время Для продавцов Вот таких Подобных товаров А ведь у кого-то же Целые склады Они не знали Как это распродать Карантин это ведь Не только закупки Это еще и время Препровождения Особенно Ну страшно Наверное Для родителей Школьников Которые сидят дома Которые Маятся Адаптируются К этому Дистанционному Пары наконец-то Узнают друг друга Дистанционному Мне кажется Многие Откроют друг друга Заново Да Типа называется У нас не работает Вай-фай Общайтесь Это вот этот момент Начнется Это еще пока Вай-фай работает А ведь может Скажет Боже я тебе столько Не знал Или не знал К счастью И не хотел Как с этим жить Теперь Ты же знаешь Что у жены Оказывается Больше недосоленные Дети Нет Оказывается Столько Это все наши Я думал Что это чужие приходят Я просто уходил Раньше Чем они приходили Вы знаете Что есть такой зверь Папа-тут Который уходит Когда еще дети спят Приходит Когда дети уже спят И там тихо Так на ушко Говорит Спи-спи Папа-тут О Это было про меня Буквально до недавнего времени Ты этот Пугал детей Папа-тутом Я вот такой Папа-тут Папа-тут Я приходил Я приходил Все спали Они уходили Я еще спал Потому что там Школа Все эти дела Поэтому А сейчас Вот есть возможность Пообщаться Дети Папа Вот этот мексиканский сериал Все сразу Все сейчас Но их теперь Надо чем-то занимать Вот появилась Даня проблема И плюс То на что мы опирались Раньше Какие-то Развлекательные центры Кинотеатры Все Извините У тебя уже больше Такой помощи нет Ты вынужден делать Это сам А настольные игры Монополия Лото Шахматы Карты Дуракансы играть с детьми Покер на деньги С детьми Я кстати тебе не советовала Они такие А планшет дать просто Алексей Или не самый лучший Воспитывать вот так А мы еще староверы Мы знаем Что дети могут Прыгнуть резиночки Да Но во-первых Даже от планшета Дети устают Через какое-то время То есть когда ты Вот лимитируешь Дозируешь Все Есть же запретный плод И он сладок А когда ты даешь На Ну он пройдет Там час Два Полдня Но уже потом Уже и ютюб Не такой веселый И плод не такой запретный Поэтому уже все Давай папа Что-то там Давай делать Другое Давай да Не ну можно Я думаю сейчас все дружно Помните как этот Рецепт от Альфа Да Как занять людей Надо чтобы Ну почти есть котов И делать всем дружно Ремонт Строить дома Можно было бы Если бы работали Строительные магазины А так бы все заняты были Все бы что-то делали Не все Работает Я сейчас рекламу не буду Называть Один магазин Который Большой 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 Да Он открыт Я был там вчера Покупал как раз Давай признать Признаешься что ты полку Какую-то не повесил полгода Ну признайся Ну скажи Нет Крамп чинил Что ты делал Я как раз для детей У меня такая маленькая Как загражденница Вот я искал его там Клеточку Заборчик Заборчик Ну это тоже И оказалось Ну вот смотрите Ну я нашел разные варианты Но ограничения ведь есть Не только для деток Ограничения же есть еще И для депутатов Они же тоже как дети Вот И вот у них Ввели ограничения Из-за коронавируса Представляете В Верховной Раде В самом Вообще Эпицентре нашей мысли Вообще Из-за угрозы Распространения Опасного коронавируса В Верховной Раде Ввели меры По предупреждению Опасной болезни Но мы уже знаем Мы уже забегая наперед Знаем что там вообще Все опасно Нам же уже об этом Даже президент сообщил У нас уже есть первый депутат Да который А вот скажите честно Вот быть первым депутатом С коронавирусом Это почетно Или наоборот Я считаю да Судя по комментариям Не совсем А я считаю что это очень почетно Почему Потому что во первых На тебя все внимание То есть даже если Какая-то глубинка тебя не знала Теперь она тебя точно знает Это тот который с коронавирусом Ребята Вы не думаете что это на самом деле Может эта идея Арахамии подсвечивать депутатов Вот он Биг Бразер Который Watch and You Понимаешь На самом деле Более того Подсвечивает депутатов Мы говорим о Шахове Он снимает ролики О себе То есть он говорит Все будут Смотри как я буду болеть Как мой организм реагирует Реалити шоу Да И он как бы Ну так понимаю что Ну если посоветовали Что ты можешь Это как бы Информационная волна Ну смотрите Это могло бы быть Вот Пиар-компании Если бы это не подтвердил Мос Да Если бы это не Подожди Слушай какой Мос Мы живем в Украине Это подтвердил президент Все После этого Все инстанции Согласен Это уже как-то вторично Ну да Но просто Были предположения Что он это сам придумал Для того чтобы Погариться Конечно Поднять хайп Такую волну Хайп А потом показать Что нет Это как бы Я выздоровел Например Или тест показал Что нет А тест показал Что негативный результат Ну как сейчас Когда уже Поэтому мы Сергею Желаем скорейшего Выздоровления Будь здоров Легкого протекания Да И стать на самом деле Я считаю Ролевой моделью Пусть люди увидят Что коронавирус Не настолько смертелен Так Как многие считают Но начало было Честно говоря Не очень Там где он В ролике рассказывает Где он три раза Обращался Как в сказке какой-то Раз обратился Ему сказали Не надо Второй раз Да подождите Ну что вы так настаиваете Давайте мы вас Стоит найдем Третий раз уже Когда у него там Взяли уже этот анализ Какой-то там Просто он говорит Крови там И что-то там Слюны Да слюны И то потом уже Только с третьей попытки Депутат я напомню С третьей попытки Смог сдать Анализ Получить результат На самом деле Ты попробуешь сдать анализ Украинские Властные мужи Подвержены коронавирусу Вот правительство Польши В полном составе Помещено на карантин Потому что один Отдельно взятый Министр оказался Тоже с короной И вегларию Слушайте Ну мы же видим сейчас Что Уже знаменитые люди Том Хэнкс С супругой И супруга Премьера Канады Поэтому Трюдо да Госпожа Трюдо Но самое интересное Я видел комментарии Шахва до этого По поводу Коронавируса И он говорил Коронавирус Это тест Пора снять корону С головы И там далее И вот Ну как бы Вот так А на самом деле Кстати Вот были случаи Когда Допустим Звезда баскетбола Которая Которая Вопрос Вопрос задает Василий из Киева Так Президент сказал Что Я почувствовал На студии Одного из телеканалов А А А Да Немножко Забираю Это Навык Навык Вот Президент Сказал Что У нас Хорошее Опять же Он сказал Что если Можно говорить Про коронавирус Хорошее Состояние У нас маленький процент заболеваемости. В Киеве дышать стало легче, сказал президент. Да. Ну, забегая наперед, там еще в Венеции вы же видите там каналы. Крокодилы начинают плавать. Прозрачная вода. В идеальном состоянии. Так вот, у нас такое хорошее состояние, на ваш взгляд. Потому что у нас просто нет объективной статистики и необходимого количества тестов. И у нас просто каждый там какой-то, не хочу нагнетать панику, каждый пятый ходит с этим. Или действительно у нас может воздух другой, чернобыльцы нас защищают. Чернобыльцы, я думаю, что после Чернобыля у нас у всех иммунитет. У нас в Чернобыле большой такой антисептик. Конечно. Его, кстати, закрыли пока на карантин. У нас тараканов нет, и с этим все хорошо. Но говорят, что если бы произошла, кстати, по поводу Чернобыля, ядерная катастрофа, то выжили бы тараканы и одуванчики. И украинцы, конечно. Что ты там? Ну, да, кстати. Алексей, я не чувствую патриотизма в твоих словах. Я думаю, что скорее здесь история в том, что все-таки, знаете, как говорится, у нас действительно мало тестов. Я думаю, что ситуация с заболеванием другая, чем официальные данные. Но, возможно, не настолько катастрофическая. Еще раз говорю, даже уровень смертности не настолько катастрофический, как некоторые представляют себе. Да, но шутки шутками, а это может быть зарегистрировано как смерть от пневмонии. Да. А никто и не узнал, что это человек. От осложнений гриппа. От воспалений легких, да. И так самое интересное, что, заметьте, у нас, кажется, не на уровне шутки, но если посмотреть, те, кто у нас умер от коронавируса, они часто умирали от осложнений от других болезней. То есть на фоне коронавируса у них возникли иммунитеты. Чувствуете, да, как у нас развлекательная программа? Да. Давайте переходить к тому, что журналистов не пустили в кулары Верховной Радио. Тем не менее, не просто их не пустили, им запретили, понимаете, ограничили. Слушайте, сначала была истерия по этому поводу, что, ну, я согласен, как это журналисты... Журналюги. Ну, без... Саша, это написано. Да, у вас, конечно, с большим уважением. Это Саша открыла. Да это за мной закрыто. Подождите, я даже... Нет, тут надо ничего. Значит, да. А с другой стороны, после того, как появилась информация, что, значит, Шахов кашляет немножко... То многие... С температурой. То многие как бы перекрестились, как бы, ну и слава богу, что не пустили, потому что, ну, теперь не надо переживать по этому поводу. А в целом, конечно, я считаю, что нельзя препятствовать работе журналистов, если... Хотя мне некоторые журналисты рассказывали, что Шахов все равно мог встречаться с разными другими людьми. То есть он действительно не регистрировался. На вот этом заседании, которое было, но он мог встречаться... Он был на заседании комитета? Да. Где 12 человек. На сундук. Он был, кстати, на одном из эфиров, одного из телеканалов, где тоже было несколько человек. От партии «Голос». Я хотел бы сказать. Да, которые случайно оказались с ним вместе. Ну, на самом деле, мы посмотрели, как уже и фотографии. Фотография с Шаховым теперь просто мейнстрим. Но вот при этом всем происходящем... Ставьте, было очень интересно, как был брошен даже фейк, да, вот по поводу того, что вот тут Шахов встречается с Зеленским. Помните вот фотографию? Да, с Шмыгалем. И со Шмыгалем, и с Зеленским. Тарас Борезевец, кстати, вбрасывал такое. Слушайте, ну это все знаете почему? Потому что Андрей Богдан говорит, что веселуха. Мне кажется, что... Сначала говорил, что скучно. Скукотища, а теперь вот веселуха. Мне кажется, что вот кто... И красный цвет, заметьте. То есть это тоже, наверное, что-то значит. Нет, это чтобы красиво смотреться на наши декорации. Так, во-первых, вы на самом начале забыли сказать, что сегодня из-за карантина у вас в студии отсутствует тысячная аудитория зрителей. Которые обычно... Обычно миллионная, но на случай карантина у нас тысячная. Спасибо, Тарас. Это один-единственный зритель, которому... Вообще, один-единственный наш зритель, который сидит и клацает. У него задача. Он, на самом деле, когда делает нам тысячи просмотров на Ютьюбе, он меняет IP. И вот у него работа клацать кнопочкой, чтобы все-таки там были просмотры. Спасибо тебе, дорогой друг, спасибо. Саша, ты вот сейчас вот такое говоришь, что ты отпугнешь даже нашего вип-зрителя. Куда я его отпугну? С огромным пальцем. Мы у него паспорт забрали. Куда я его отпугну? Он, может, бы и ушел, но нет. Ну что, двигаемся дальше. У нас же такая веселая программа. У нас не иммунна тема сегодня? Конечно, нет. Ну что вы. Ну, коронавирус главный. У нас много других. Даже корона. Вокруг него мы еще не все обсудили. Я согласен. Давайте дальше. Давайте посмотрим, как в мире все происходит. Паспорт забралирует тут же. Да. Ну, я предлагаю вот Киселу. Вот одно дело, когда я тут сидел, все было по-другому. Я тебя подсидела и свергла спокойно. А когда тут сидел Кирилл вообще? Вообще, да. Ну так вот, итальянцы участвуют в общенациональном музыкальном флешмобе против коронавируса. Так, что это? Вы не видели, как они выходят на балконы, лесенки и поют песни? Я предлагаю посмотреть. О, поют. Они играют на... Вот кто-то кастрюли одевает, а кто-то на них играет. Между прочим. Ридна маты моя, ты ночей не нос. Чувствуете, да? Ну, конечно. Не, ну это круто. Они так поддерживают друг друга, особенно в районах, где из балкона видно соседний дом. То есть у них очень узенькие улочки. Они таким образом общаются, рассказывают. Они даже не звонят друг другу. Это что у нас? Конечно. Хотя у нас есть такие места, ты тоже открыл окно, и там уже другое окно. Да, то есть ты сразу открываешь два окна. Да. Ну, вот такая вот красота. Как вам вообще? Поддерживаете? Слушайте, это очень крутая история. Во-первых, сразу несколько историй, связанных с этой. Ну, вот делают зарядку, я видел одновременно тоже. Все на балконах там прыгают. Где-то, по-моему, в Грузии очень крутая история. Там идут медики, выходят люди на балкон и аплодируют полисментами. Благодарят медиков за их работу. Это очень трогательно. А еще одно крутое видео, которое в Инстаграме давал прямой эфир, если вы не видели, Робби Вильямс. Крутой певец, один из, на мой взгляд, лучших мировых звезд. Ну, пока не заболел коронавирусом. Он просто сидел у себя дома и в Инстаграме вел трансляцию просто в постели у себя. И мы писали комментарии, заказывали песни. И он пел, просто сидел, включал фонограмму. Да, фонограмму. И там иногда с голосом, иногда там свою песню пел. Стол заказа в Робби Вильямс. И вот он сидел. Кстати, интересно. Можно найти в интернете, там записали это. Он потом выложил в сторис. Можно найти сейчас это видео, где он просто сидит вот в кровати. Самое интересное, как Арнольд Кварценеггер учил свою собачку мыть лапки. Как обеззараживать. Много разных интересных видео. Это же новые флэш-мобы начались. Конечно. Вошинг Хэнд. Да, вот очень популярный сейчас. Все показывают, как мыть руки. Да, президент показывает. Подожди, не просто рассказывает. Он нам активно рассказывает, что смотреть. О, вот Арнольд. Да, Арнольдович. Арнольдович. Да, Арнольд Арнольдович. А мне одному кажется, что он как-то из сказки «Бременский музыкант». Будто еще и ждешь ослика, котика. Нет, там два ослика каких-то. Я не вижу спиной, но похоже. И давайте все-таки вернемся к тому, о чем я говорю. Президент Владимир Александрович Зеленский рассказывает, что почитать, что посмотреть, в каком музее погулять. В каком музее погулять? Ты вчерашнее обращение не смотрел? Нет, я читал текстовую версию, а там про музей тоже было, извините. У нас оказывается есть... Гарантин, подождите. А мы смотрим каждое обращение. Нет, это же... От корочки до корочки. Видеоэкскурсии. Он предложил сайты, на которых есть видеоэкскурсии по музеям Львовской области. Есть лучшие тоже подписки вообще, где можно виртуально прогуляться. Ну вот это все хорошо, но самый главный вопрос после обращения президента, это, конечно же, кто убил Эрику. Как вам вот этот вопрос? Нет, во-первых, кто такая Эрика? Кто такая Эрика для начала? Первый был вопрос, безусловно. Но есть версия, что это певица же. Ну, есть украинская певица Эрика, которая вот недавно тоже в Инстаграме выкладывала... Она мама Рика. Она жива? Да, слава богу, дай бог ей здоровья. И они выкладывали с ее молодым человеком, а теперь уже, я так понимаю, с супругом, фотографию из-под вот этой арочки. Чуму надрукованную, чуму на виды рукой. Где они вот, да, с середой, значит, там обнимаются, целуются, нарушая карантин, кстати. Вот. И, ну, можем их поздравить. Поздравляем, да, пользуясь случаем. Поздравляем. А вы говорите, у нее другое сейчас имя сценическое, да? Мама Рика. Ну, хорошо. Это Саша следит просто за... Ну, должен же хоть кто-то следить. Вот Саша и следит. Я за всеми слежу, конечно. Да, а вот эта история, конечно, с субтитрами, это очень странная история. Ну, кто-то шутит, что, мол, таким образом Бородянский немножечко отомстил за то, что он больше не министр. Министр, да. Но это все шутки, безусловно. Он, конечно, мог еще... Канал уже принес свои извинения. Бывают технические сбои везде. А мог же экстрасенсов в кадр посадить. Разно же могло быть. Ну, по самом деле, сейчас должно быть расследование с помощью экстрасенсов. Кто убил Эрику? Ух, так там же было признание, что ли. Ну да, извините. Простите. Ну, также много всяких тогда расследований, чья лестница, чья дробина вообще. Дробина, ворсинки. Да. Ну, вот это. Это, кстати, очень даже политически звучит. Мы же много слышали о том, что у нас многие чиновники, прежде чем занять должность, пишут без дат. Заявления. Да, и это очень так, и чуму на вид руки. А я думаю, что это еще намек про лестницу карьерную. Кстати. Кстати. Дробина. Как вы тут опынились? Я такой, а я благодаря... А лифт? Какой лифт? Это катапульта. Я тут прилетел на ядре. Создать новый сервис социально-дробина. Ну, социально-лифт уже был. Ну, кстати. Подожди, тебе пока создали сервис «Друг». Жди, пока еще теперь дробина будет, да? Что сервис «Друг»? Это если ты остался... Вот только я смотрю обращение. Я знаю, я знаю. Если ты остался за границей, где-то в беде... Если ты остался за границей, мой друг... Если ты сегодня устал... Устал, да? Да, то вот заходили на страницу Министерства странных дел, где опция «Друг» заполняет... Я не понимаю, почему «Друг», правда, но заполняешь там... Друг – это... Потому что зарубичанин – друг украинца. Вот почему. Вот. Ну, там не только зарубичанин, но многие отдыхающие, которые там оказались в такой ситуации... Туристы, друг украинца, мне кажется, тоже. Туристы. Вот. Хотят вернуться. Посмотрим, как... Как справиться. Государство выделило там миллионы денег на то, чтобы их вернуть. Но сейчас все больше в Фейсбуке сообщений о том, что этим же ребятам предлагают просто купить билеты. И которые стоят дороже, чем стоили до всех карантинной истории. Да. И вот тут возникает... Такой неприятненький моментик. Ну, с другой стороны, вот тоже возникает вопрос. Был, да, к одной авиакомпании претензия, что они там в 10 раз взвинтили цены, они тут же начали пооправдываться, что мы не мы, эта там система автоматически насчитывает вот из-за ажиотажа, из-за такого большого запроса взвинчивает автоматически. Должна ли вот в такой ситуации руководство топ-менеджмент-компании вручную вмешаться и снизить... Кстати, а вы видите ли как... Вопрос. А еще и с владелец. Работники другой авиакомпании, ну, близкой к той, но другой, делают флешбобы, как они танцуют. Самолетик. Ну, это та, которая повысила цены теперь уже... Да-да-да, обеззараживают ручки, все это под песню «Голос Бластерс». Небо вверх? Вот эта компания? Да. Которая, да. Вот эта компания. А ну, вверху, да, небо. Не, ну, а в целом, вот как вы оцените, то есть президент справляется быть таким аттрактором доверия, да, вот этими роликами? Потому что, заметьте, он сейчас снимает ролики каждый день. Мне кажется, что он превращается в речника коронавируса. Вам не кажется? Ну, слушайте, мне кажется, он все делает правильно. Ну, мне кажется, что у вас всегда надо таким заниматься. С точки зрения, ну, ведь первый страх – это даже не заболеть, это первое – это паника. Да, неизвестность. Неизвестность, и вот страхи, мы боимся тут дотронуться, тут чихнуть и умереть, а что будет дальше, а если я заболею? Вот эта непонятная ситуация пугает даже больше, чем когда ты уже заболел, и вот что, как это будет происходить. А вам, кстати, Фейсбук не предлагал контекстную рекламу, что делать с коронавирусом? И, кстати, он перенаправляет на рекомендации непосредственно правительства. Более того… То есть Фейсбук сделал некую коллаборацию с нашим правительством, да, и тебе предлагается определенная такая плашечка, словно если вы не знаете что-то о коронавирусе, вы можете… Я даже больше скажу, у меня там есть, ну, я в Фейсбуке регистрировался до этого еще на различные мероприятия, и сейчас, когда я захожу на страницы этих мероприятий, которые должны были бы быть, мне он пишет, а вы ознакомлены с ситуацией с коронавирусом и массовыми мероприятиями в связи с этим? То есть он еще как бы предлагает подумать… Он сейчас прошел, как у тебя дела, а сейчас он будет… Я ехал к вам на эфир, я ехал к вам на эфир, мне Фейсбук тоже писал, ты уверен, что оно тебе надо? Может, просто давай онлайн-трансляцию сделаем? Но мы отменили миллионы наших зрителей здесь. Ты хорошо, ты хорошо, ты понимаешь, куда ты едешь? Может, он тебе просто по-другому намекал, ну, исключительно как бы здравым смыслом? Но Кирилла мы отправили на карантин. А он сидел в этом кресле, правильно? До Германии. Кресло продезинфицировали? Конечно, она беззаражена уже. Ну, мало ли. Ну, вот смотрите, сейчас другая еще истерия массовая есть в соцсетях. Тесты проходят сейчас массовые по распознанию лиц, черты лица, которые устанавливают... Чтобы технично решила к коронавирусам. Которые... Ну, немножко чуть-чуть отойдет, потому что это уже слишком много. Мы как бы все о своих же политиках, но немножко о другом. И можно пройти тесты и узнать какой ты национальности. Этничность. Этничность, да. Ну, вот. И многие стали проверять даже не так себя, как известных политиков. И тут очень много разных откровений произошло. Ну, к примеру, Владимир Александрович на 65%... Странно, что не на 73%. Ну, что это такое вообще? Почему на 65%? Это несерьезно. На 65% турок и на 14% украинец. Еще на 11% британец и на 10% канадец. Хотя вот тоже интересно, что такое канадская этничность. Это кто? Это индейцы, это французы, это англичане. Кто это? Мишки Гриз. И многие другие. Мне кажется, что это йети какие-нибудь или... Так, хорошо, а вы сделали такую штуку? Почему? У нас мало свободного времени. То есть вот сказал Александр, который пересмотрел все видеообращения, все ролики. Я в эфирах это смотрю. Более того, конспектирует. Саша всегда их компенсирует. Это правда, да. Я пишу, да, у меня есть блокнот. От руки. Почему не от руки? От руки. У меня от руки. И красным карандашом. Нет. Не красным, но... Зеленым. Зеленым. У него есть зеленый карандаш. Надо быть в тренде. Конечно, зеленым, да. И иногда красным. Так вот, к красному карандашу возвращаюсь. То есть вот Петр Порошенко, оказывается, у нас украинец только на 13%, швед на 10%, на 1% он еще норвежец. 76, но и 73% снова такие. Это источник? Да. Страна UA. Источник, да. То есть все, мы указали источник. Хорошо, то есть до этого, когда вы давали. Были сомнения. А тут как бы они отпали. Юлия Владимировна, оказывается, на 65% Russian, Ukrainian на 25%, German на 8% и Swiss всего на 2%. Ну, хорошо, хоть гендер правильно указали, а то могло быть. Вот. Арсен Борисович, оказывается, тут тоже как бы не все так однозначно, как казалось сразу. Вот, он оказывается русский на 61%, еврей на 24%, на 11%. А что такое Катария? Это как бы араб, наверное, арабская? Ну, Катар, это же арабский мир. Мне кажется, что просто в Арсене Борисовиче должно быть 11% юмилей. И вот очень интересно, American, да? То есть это кто снова? Индейцы? Это кто? Ну, Native Americans? Ну, ты слишком глубоко копаешь. Вот тут самое интересное это ведомство. Вот это самое скандальное, наверное. Конечно. Знает ли он? А он нападал уже в суд на эту программу? Я думаю, что и на сайт, который это сделал, и на программу. И на Решмидилову, которая сейчас это тоже озвучила. Я только скроллю, я еще ничего не сказала. Вот, поэтому я предлагаю Алексею прочитать. Алексей, озвучь ты нам показатель, пожалуйста. То есть сразу такой переброс. Конечно. Во-первых, мы видим информацию, источник, а страна, Юэй, черт-черт-черт. Так, давайте, хватит скидывать на страну. Давайте позвоним Молчанову, пусть он озвучит. Если вам уже окончательно его не жалуют. Ну, в общем, по данным, да, вот мы видим скриншот. Программы, да. Этой программы, получается, Ветрович, он на 67% русский, на 20% немец, на 8% француз. То есть, подожди, чтобы получился, мне кажется, что получился Ветрович, просто договорился один немец и один русский. Ну, или два русских, один немец. Нет, немка, наверное. Ну, в лучшем, да. Но, как бы, пока что еще не научились. Смотрел канадец, да, и рядом где-то стоял француз. Ну, вот тогда, получается, давайте двигаемся дальше. Мэр города Киева. Саша, ты можешь не бояться озвучить. Да я вообще, что мне бояться? Он же еще не бьет. Виталий Кличко. Я лучше тише скажу. Он на 70% русский, на 24% швед, украинец на 3% и норвежец на 3%. Не, вот просто интересно, даже как эта программка это определяет? Ну, вот давай посмотрим на примере Ермака, как он определяет. Ермак, датчанин, финн, поляк и китаец. Вот китаец, мне кажется, что вот почему Али Баба пришлет нам маски из Китая. Потому что Ермак китаец. Только это позволит ему договориться и попросить маски для Украины. Нет, но то, что были у нас во времена Киевской Руси влияние скандинавских стран, это как бы известные факты. Ну, варяге, варяге, они же, да. Да, а еще забегали к нам дотара монгола. И, кстати, ни у кого нету. Пока, чтобы чайник. Классно сканировали, да? Ну, еще и Ермак, ну, чисто внешне. Конечно, китаец. С каждым он типичный китаец. Конечно, рост и все. Ну, а как вам Путин на 81%? А вот это, мне кажется, главное просто зрада. Главное, почему он такой довольный и улыбается, да? Посмотри, вот давайте я прочитаю. А вот Владимир Путин в программе «Градиент» выяснилось, что он на 81% украинец. Просто весь нормандский формат в одном флаконе. Тебе не кажется? А Индия? Ну, Индия так. А может быть, это действительно, может быть, это подсказка, кого нам включить еще нормандский формат? Формат, о-о-о, конечно. Добавить Индию. Мы как-то вот пропускали. Спайси. Или нот спайси. Как это будет? Нет, нет, смотрите. А Инди будут вот так миротворческие, в стиле Ганди. И они будут говорить «давайте мир». То есть, наоборот, может быть, действительно, это такая скрытая подсказка. Вот оно. Мирового духа. Хорошо. Так, что еще нам предлагают? Кстати, вот в этой статье больше нету, но были разные. Интересно, оказывается, вот в этой же подборочке Арахамия, по-моему, грек. А кого вы еще видели? Вы, кстати, тест не проводили. Я знаю, что многие наши, ну, друзей и коллег проходили. Я не проходила. Надо было, во-первых, сделать тесты, да, нас, чтобы мы, безусловно, да, показали, что мы наполовину румын, наполовину таджик, наполовину... Нет, это как старый анекдот, знаешь, типа, ехали, там, говорит... Почему-то три половины у нас получилось, что ехали мы, ехали, заново вымя ехали. Ну, вспоминайте старые анекдоты нашего детства про... То есть у нас настолько юмористическая передача. Конечно, конечно. А теперь анекдоты Александра Ильича Меделова. Про чебурашку, наверное, расскажем? Нет. Про чебурашку, да. Вот эти анекдоты, когда какие-то разные национальности, и русские обязательно, помнишь, когда вот... Упали в яму, немец, французский, русский. Ну, вот так и потом появлялись у нас. Ну, почти норманский формат. Путин и все остальные. Ну, так, приблизительно. Да, да, да. Вот так они и создаются, эти форматы. Ну, как бы, кто еще не протестировал программу, мы вам советуем. Надо будет попробовать, но мне действительно, с другой стороны, мне интересно, как эта программа это определяет. Это вот как вот, как она... Мне кажется, что сделают скоро такую программу, будет приложение «Коронавирус». Слушайте, а как определяют... «Принцесса Дисней» по какому принципу? Нет, я, во-первых, рекомендую вам все это, вот этой ерундой не страдать, потому что вы даете доступ... А, Саша, кстати, проходят все такие тесты. Доступ к вашей фейсбук-странице. Я знаю, потому что там меня выдают, я потом смотрю, я вижу. Саша, все. «Принцесса Дисней», а что там еще? Кто ты в мультике таком-то? Да, да, да. В какой-то фильме таком-то? Да, кто ты из... Какой персонаж ты из «Улицы разбитых фонарей» Дукалис? А, вот уже... Вот. Но, нет, на самом деле... Вот оно что? На самом деле, да, я предостерегаю вас, это вот все равно, что в общественном транспорте держаться за поручень сейчас, пользоваться вот этими всеми программулинами, потому как вы даете доступ к вашей странице сторонним производителям. Из-за гигиены, да? Абсолютно. Потому что я вот этими штуками вообще не страдаю, не пользуюсь. И, если что, я Покахонтас. Енот из Покахонтаса. Я краб из русалочки. Но ведь иногда это так завлекательно, да, вот сформулировано, что прям хочется. И особенно, когда вот Саша, я вот смотрю, Саша, оп, прошла. Ну, конечно. Думаю, ну так... Или Кирилл прошел. Думаю, а я? Тоже интересно пройти, посмотреть. В одном ли вы мультики, да, хочется понять. Потому что, а вдруг же нет. Но, с другой стороны, я согласен, что, конечно же, эти программы, они получают информацию с твоей страницы. И вот, помню, вот эти все скандалы с Фейсбуком. В том числе, Фейсбук таким, получается, внешние компании получали доступ к нашим активностям. Хорошо, ребята, если можно все-таки от вирусов реальных защититься, ну, там, масочку сделать самому своими руками, то от этого ты защититься можешь в виртуальной масочке, просто не давая доступ. Правильно же тогда к этому? Это же тоже как бы средство гигиены. Но если хочется. Ну, а если очень хочется, шейте масочки, как делают, допустим, куча известных людей. Кстати, а вы видели, в Японии, например, начался новый флешмоб анти-коронавируса, где девушки облизывают дверные ручки, они фотографируются с этим специально. И ободок унитаза. Вот специально они фотографируются и показывают, что, смотрите, какой коронавирус, вот я тут... Ага, зубной щеткой так под ободком унитаза прошлась и говорит, ага, жива-здорова, у тебя все в порядке. А вы тут о коронавирусе рассказываете? Я правильно понимаю, это потом попадает видео в закладке на одном известном сервисе, который для итальянцев сделал премиум бесплатный доступ. Да, да. Не без этого. Тем более, дверные ручки бывают разные. То есть, это же... А давайте мы эту тему закроем и перейдем к той, которую предлагала я. Да, насчет масочек все-таки. Давайте, немножко цартизма, у нас, как и королева. Ну, я просто боюсь, что вы далеко нас завидите. Нет, а мужчины тоже пользуются. Я читал, что вот в Иране есть иранская версия... Чем, дверными ручками? Нет, нет, в иранской версии флешмоба, где они облизывают публичные места, вот, например, там, стену... Боже, как его... Мечети. То есть, они покажут, что публичное место, мы не боимся. Ну, там, насколько я понял, там посыл другой был. Вы хотите поддержать или что вы хотите делать? Нет, просто... Религия сильнее, вера сильнее. Мне просто интересно, вот у нас стол, можете... Нет, ну, просто, чтобы люди знали, что вот есть же и такое. А, ну да, кстати. Так. Ну, так все-таки, возвращаясь... Вы будете лизать стол? Нет. Я не буду. Все-таки к масочкам возвращаясь, вице-мэр Одессы опубликовал в сети, как он саморучно, ручками своими, сделал масочку из подручных средств. А чем еще можно было делать масочку? Можно было в средствах в целях безопасности ножки. Делаем маски сами. Так. Берем... Одну влажную салфетку. Ну, такое что-то. Вытираем стол. Да, да, положили ее на стол, который не совсем может быть стерильным. То есть это похоже на флешмоб вот из этих стран, правда? Еще одну влажную салфетку. Еще одну влажную, да. Накладываем, заворачиваем два уголка. Заворачиваем еще два уголка. Что-то странное. Одну с одной стороны. Мне кажется, что это Тимур Кизяков. Да, я чумил. С другой стороны. Степллером с каждой стороны. Класс. Круто. Круто. Не, ну чего, давайте досмотрим. Давайте. Нет, ну, во-первых, человек тратит рабочее временно. Главная антибактериальная маска, плотно прилегающая к лицу. Смотрите, если вы боитесь, что вы глупо выглядите в обычной стационарной маске, то вы можете посмотреть это видео. И понять, что у вас все хорошо. Нормально. Вот, смотрите, вице-мара детства. Ну, вот вы смеетесь, а мы, между прочим, с ребятенышами сделали масочки. И призвали всех неравнодушных. Саша, а вы так делали? Нет. По такому рецепту? Он вам делал. Нет, нет, мы делали масочки многоразовые из ткани. Из шторы. Почти что. Из любимого маминого платья, как можно еще сделать. Это исключительно. Оно было продезинфицировано как-то перед этим? Конечно. Вот, сделали масочки. В масочке действительно многоразовое использование любые. Будь то покупные маски, будь то самодельные. Выкройку вы можете сделать, ну, условно, сами или скачать в интернете. Вариантов масса. Вкладывается обязательно вот несколько... В масочку. В масочку. В масочку вот в эту ткань его вкладывается несколько салфеток, не влажных, а сухих. Есть предложение. И они меняются. Есть еще, знаешь, есть еще с начинкой. С начинкой. Когда эти вьетнамские звездочки... Как хинкали, да. Вот это... И туда внутрь? Да. И все. И жить не хочется. Там действительно кладутся разные дезинфекцирующие средства, предложения. То есть там могут быть разные, там, не знаю, травки, муравки всякие, которые могут... Не, но некоторые же пытались использовать, простите за это, скажу, женские прокладки. Средства личной гигиены. Вот. Найденное лекарство от китайского коронавируса, но ученые не могут его открыть. Открыть. Слушайте, я это, ну, с детства знакомая, всем это штука. Конечно. Я, во-первых, да, ее проблема, ну, открой сначала. Я помню, ты маленькими детскими ручонками, потом они в руки, потом этим ты, не дай бог, глазами завертал. Да. Я помню, что я до того доходила, что брал плоскогубцы, пару, две штуки, и открывал. Да, потому что, во-первых, ты не прикасаешься руками, вот, ну, до момента нанесения, вот. И, во-вторых, ну, как-то закрепить и открыть, потому что они же там не всегда легко открывались. И это тоже было такое, ну... Ну, они их не декоммунизировали, кстати. Это, кстати, флешмобы нашего детства, да? Открой зеленку, не облейся. Да, да, да. Вот, да, да. Открой марганцовку, не рассыпь. И вот эта звездочка. И вот эта звездочка, да, это как раз. Таких даже, более того, вьетнамские звездочки у нас даже делают в Харькове. О, вьетнамские. Там маленькие вьетнамцы делают в Харькове маленькую вьетнамскую звездочку. Да, да, да. Хорошо, ребятушки, а скажите мне, повелись ли вы на информ... Мы все о флешмобах, да, флешмобах. Давайте расскажем об информационных флешмобах, которые массово распространялась информация во все группы. Родительские чаты. Мне даже в дачный кооператив бросили в группу. О том, что вертолеты. Саш, ты станешь в дачном кооперативе. Конечно, все мы узнали. Во-первых, у Рич, у меня есть дача. Да, 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 в сети. В казине. Нет, не в казине. В кончезаспе. Вот будем снимать выпуск на природе, когда пройдет карантин на шашлыках. Вот тогда и узнаем, где у меня дача. Так вот, вертолеты. Как карантин с этим связано, я не понял. То есть тут собираться можно, а на шашлыках сейчас нельзя у тебя на даче собираться. Наташа хочет выпуск устроить. Я хочу, да, выездить на выпуск. Выпускной. Выпускной. Из карантина. С ленточкой, что бы. Из карантина. Карантин 2020. Да, 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 да. Как-то так. Сидем встречать расследование. Только те, кто будет потом удобрять мне участок, после нашего выпускного. Будете сами убирать, короче, все. Хорошо. Так вот, вертолеты здесь инфектором. Повелись на информацию или нет? Поверили? Скидывали вам такие ссылочки или не скидывали? Потому что мне скидывали две. Сначала первую нагнетающую, а потом, ой, это фейк, что мне тоже очень понравилось. А что первое нагнетающее? Закройте окна, чтобы утопрыскивать. Нет, я видел еще другую. То есть я, на самом деле, ну, я сразу понял, что это фейки, да? Ты не состоишь в дачном кооперативе, да? Нет, ну я видел даже, у меня некоторые люди это постили в... В Фейсбуке? Да. Ну у меня там просто разношерстная аудитория, это тоже, как бы, я смотрю. И некоторые постили это. Ну-ну, ну-ну, и чё? Но там было еще продолжение, что в такой-то час выйдите к окнам, и спутник будет сканировать вас. Температуру, наверное, тепловизором. Да. То есть со спутника... Будет мерить выявление IQ. Да. А не сказали, что надо эту... Подожди, чтобы тебя лучше словил фольгу, такую вот пимпочку закрутить, чтобы антенна была приемка. Да, выйдите в нужный момент... Так, подойдите к окну, закрутите пимпочку. Инструкция должна быть. И просто это таким образом... Ну, Дубилет до этого перепись проводил. Кстати. А тут просто ходили... Просто... Так, ну сколько у нас... Сколько у нас наивных людей, да? Да. Я назову так аккуратно. Да, перепись наивных людей. Вот такая. Чувствуется, что ты очень толерант. Я очень толерант. Я самый толерантный человек в Украине. Встаньте, вылезьте, да? Откройте окна даже. Так наоборот, сначала было сказано, закройте окна, чтобы будут опрыскивать. А потом, когда опрыснули, наверное, выйдите, да, и покажите, что вы живете. Ну, так спутник же должен просканировать. Ну, обязательно. Всех. Перепись провести. Да все классно, только с авиацией в стране, как бы, беда. Да, ну, чтобы вертолет взлетел, у него должно быть топливо. Не говорю, что должен быть вертолет, у него должны быть все лопасти, да, у него должен быть непосредственно... Прилетит вдруг волшебник. В голову вертолет. И бесплатно продезинфицирует. Продезинфицирует, да. Боциллоу. И раздаст еще и Искему, кому повезет. Ну, кто выйдет, тем раздадут Искему. Вот, если бы сказали, думаю, тебе больше всего. Ну, Саша, это на выпуске из карантина. Запомни. Выпуске из карантина? Представь себе, вот это как это? Выпуск из карантина. Танцующие подожди. Нет, а действительно, ребята, а будут вот эти вот дни, праздник, большой карнавал, называется выпуск из карантина. Как вы чувствуете? Очень круто. Я думаю, должно быть фестиваль. Фестиваль, конечно. Сразу же куча людей собираются. То есть делают все, что нельзя было до этого делать. Целуются, за руки держатся, чихают друг на друга. Конечно, лепят вареники. Выкладывают этими варениками большой трезуб. Набиваются в метро, как и селедью. Просто набиваются, чтобы почувствовать возвращение. Ностальжи. А мы лайф, да, все должны, конечно. Но кто-то будет облизывать ручки и ободки. Кстати, я хотела вот вспомнить. Вася вспомнил про Тома Хэнкса. И его супругу. Все помнят фильм «Изгой», в котором снимался Том Хэнкс. У него был... Ну вот надо смотреть. Я тебе неделю рассказываю. Включи, посмотри. Я тебе не хуже президента рассказываю. А у Саши, ну вот я же говорю... У него был в этом фильме условно и воображаемый такой друг. Это был... Он... Вы фильм чисто не смотрели? Нет. Там рассказывается о том, как... Саша, ты в эксклюзивном меньшинстве. Сейчас я буду спойлерить. Все, кто смотрели, извините, кто не смотрел. Да, пожалуйста. Ну что ж ты так сразу? Я вроде как не афиширую эту информацию. Так вот. Том Хэнкс в фильме «Изгой» играет работника фирмы «Федекс». Это доставка. Доставка, да, известно. Доставка, да, почта. Ну больше почты. И он много связан с всевозможными поездками, командировками. Вот однажды его самолет терпит крушение над совершенно необитаемой местностью, над островом, и выживает он один. И единственное, что у него из подручных средств, это часть посылок, которые не нашли своего адресата. И он одну посылку не распечатал, он ее в итоге оставил. Когда он спасся, он ее потом отдал. И вот в одной из посылок, там где-то были коньки, и вот был один волейбольный мяч. И этот волейбольный мяч стал ему другом. Потому что однажды он случайно его испачкал рукой, которая была в крови. И вот там остался след такой от руки. И вот он на нем нарисовал мордашку, и эта мордашка с ним была все время... Она не путешествовала, она с ним жила на острове. Это был его вымышленный друг. И вот Том Хэнкс, пошутив сейчас, что он снова в изоляции, что ему не привыкать, сделал себе такого же друга. И говорит, что в серии не страшен ему изоляция, коронавирус, что ему не привыкать. В этот момент очень удивилась жена, которая... Кто с нами будет жить? В смысле? У тебя есть вопрос, а я тебе зачем? Я теперь понял, к чему отсылка. Ссылка, я смотрел несколько лет назад, был такой американский сериал «Последний человек на земле», если вы смотрели. Видите, вот, готовится к программе. Саша смотрела. Так надо готовиться к карантину и коронавирусу. Конечно. Так вот, там тоже появляется вирус. Это комедийный сериал, его можно смотреть. Если вы смотрели фильм «Зараза» 2011 года, я специально не смотрел его. Специально, потому что там реально начинается у людей паника после просмотра этого фильма. Это туалетная бумага, которую ты закупил. А вот как раз «Последний человек на земле» это комедийный сериал, там тоже какой-то вирус, там не показывают мертвых людей, там вот условность такая, раз, и вот тут на улицах уже никого нет, и он последний, он один, и он ходит там по супермаркетам, катается, заезжает на автомобиле в супермаркет. У него в изобилии. Да, все есть, не надо стоять в очереди за какой-то бумагой. Вот, и он там тоже себя делает, вот он делает много их, вот так понимаю, это вот отсылка к этому фильму с Томом Хэнксом, он делает много разных мячей, баскетбольный, волейбольный, теннисный, вот он делает себе компанию друзей, он с ними выпивается, едет в баре. Мы так скоро аудиторию себе будем делать, и я думаю, что это вариант как раз, чтобы эту миллионную, многотысячную. Рекомендую вот этот сериал посмотреть, он как раз такой оптимистичный. Ну вот мы вспоминали про голливудских актеров, но на самом деле украинская актриса, она же и по заместительству голливудской актрисы, так всем известно, Ольга Куриленко. Да, известная украинская актриса. Назови мне один фильм украинский, где она снялась. Ну, может, еще все впереди. Пригоды Джеймса Бонденко? Ну, шестой Джеймса Джеймса. И Иванка Бонденко. Иванка, да. Степана Бонденко. Ну, давайте лучше так сказать, киевлянка. Бонденко, привет. Мы можем по-другому говорить. Мы можем говорить киевлянка. Киевлянка, киевлянка, киевляночка. Ну вот, да, да, да. И вот тогда мы будем правы. Да, да, Куриленко. Между прочим, и у президента Бразилии тоже обнаружен коронавирус. Да, дай бог ей здоровья. А вот Алексей, между прочим, вот все на меня и на меня, сколько я всего нашла. Алексей нашел очень важную новость. О том, как на Оли Кэмпбелл. Так. Да. Отчего она? Что это? Показала, как спасается от коронавируса. Ну, все посмотрим. Снимает маску. Подожди себе, еще пролистнул. Она там в комбинезоне. А на Оли Кэмпбелл просто решила, что нужно бороться по-серьезному, по-взрослому. Что там, да? Полумеры эти перчатули. Что за полумеры? За Александрой. И вон у нас есть картинка, как она... Да, и она полностью в костюме химзащиты. Да, полностью. Но в костюме, на фотографии за Александрой мы видим, что она просто сняла маску и весь этот костюм химзащиты до одного места. А как ты узнаешь, что это у меня Кэмпбелл? Потому что она просто... Вот, Василий, представь себе, вот если ты уже во всем этом... А у меня, знаешь, какая такая была история? В аэропорту я прилетал там несколько месяцев назад, не из Италии, а из Китая. И, значит, на паспортном контроле... Из страны, где все есть и вкусные оливки. Да, из Греции. И на паспортном контроле прямо передо мной, из Греции, подводят тоже человека. Сложно по очертаниям, по одежде понять, потому что одежда, одежда, так капюшон... Человек сложно понять. Нет, пол сначала понять сложно, потому что капюшон, значит, и так одежда, такой оверсайз, и вот там... Но я человек внимательный, и я-то все равно узнал и поздоровался. Вот ты говоришь, а как узнать? А как узнать? Это была Оля Полякова. Вот прям тоже. Вот. Поэтому я поздоровался, она так на меня повернулась. Как вы узнали? У вас, кстати, есть видео, как прилетел. Прилетел, между прочим, Петр Алексеевич с детьми, да? Где у нас было? Не, ну мне кажется, Науми Кэмпбелл, она просто осознавала, что просто ее же так бы, если бы она не сняла, то... Подождите, вот так говорим. А во-вторых, ну уже... Какой эффект? Мы стали забывать Науми Кэмпбелл. И нам уже тоже страна Юэй опубликовала новость о том, как прилетел в Борисполь с детьми Петр Алексеевич. Так, сейчас мы посмотрим. Подожди, мы с Алексеем начали вспоминать супермодели 90-х. Ну, у всех свои супермодели, да. Так, а так как мы вспомнили, что из величного меньшинства или какого-то... Я думаю, что Петр Алексеевич в 90-х был еще той супермоделью. Шучу вы так сразу же. Вам треба там занятых, тут охраняем азарасы... Охраняем азарасы вот это вот. Мы видим, что все дети Петра Алексеевича в масках идут. А ты хотел что, увидеть их в футболке Раша? Что ты думал? Что, как будет по-другому? Аген. Дважды в одну футболку не войдешь? Дважды с фейсом не споешь. Будь ласка. А Петр Алексеевич без маски. Кстати. Тоже боится, чтобы не узнать. Так они, между прочим, в Верховной Раде тоже были не все в масках. Так а зачем? Они еще не знали тогда о... О Шахове? Да. Ну, хорошо, ну прилетел. Короче, бегали, да. Так в том плане, что... Журналисты-то не спят, их не пускают в Раду, но это их не останавливает, чтобы вот даже такие эксклюзивные кадры находить и я предлагаю еще на красивой картинке заканчивать, потому что предлагаю вывести вот удаленка. Мне очень нравится картинка. Мы так столько масиков разных вывели. Вот все же переквалифицировались и ушли в удаленку. Удаленка. Это так мило. Как вы работаете дистанционно? Вам удалось отладить производство в домашних шуберах? Говорит Саша, мы сидим в студии. Вот я просто как-то... А как вам удаленка удаленно работа? Да, вам удалось отладить производство? И сейчас твоя голограмма должна так... Да. Исчезнуть. Конечно. Как у Меланшона, помните, был кандидат президента Франции, который голограммы распускал по разным городам, и он смог сразу одновременно на нескольких городах выступать? В выборах Миша Кмолга, да, вместо кандидатов. Поэтому... Вот, не удается нам работать удаленно. Видите, мы в студии собираемся, не хватает нам контакта. И в конце мы возьмемся за руки и начнем, опять же, чихать, кашлять. Друг на друга радоваться. И давайте подходить с юмором ко всему, как, допустим, наш любимый мэр города, который одел футболку Квентин Карантино. Я думаю, что надо к карантину подходить весело, с юмором. Я согласен. Карантино. Карантино, Карли, да. Карантино, да. Но мне кажется, что в такой футболке ему стоило бы выйти к людям, которые, знаете, собрались возле закрытых станций метро. Или на остановках ждут свою маршрутку, троллейбус, трамвай. Поэтому на этой веселой ноте... Шутили, шутили, опять грустному перешли. Ну, как бы к реальности, мне кажется, не к грустному, а просто к, знаешь, что называется, наши романтичные, веселые, ироничные воззрения разбились, а... Быть. Быть, да. Ну, я... По технологии я заканчиваю программу. Василий. Благодарим. Мы действительно сверхблагодарны. Бьем человеку. Спасибо. Спасибо огромное. Приходите к нам еще. Спасибо огромное за... Алексей, вы тоже к нам. Приходите еще. Мы будем рады. Саша. Минутка диктатуры. Саша, ты тоже. Приходи еще. Кирилл. Да, и Кириллу тоже. Второй пламенный привет. Дистанционный. И до следующей встречи. До новых встреч. Не болеем. До встречи. Проекции. Пока. До встречи. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин